МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Антона Шкаплерова начинается новый виток в его космической карьере. Варианта два. Либо лететь на шесть месяцев в 2014 году, либо отправиться в годичный полет к звездам в 2015 году. Решение руководством еще не принято, но медкомиссия уже с успехом пройдена. В понедельник я был одобрен главной медицинской комиссией о том, что я могу приступить к тренировкам по следующему космическому полету, а какой будет и насколько, и что, пока еще это не утверждено. Больше года на орбите космонавты уже работали. В частности, врач Поляков летал на 400 суток, но новая программа будет экспериментальной. Это будет специальный эксперимент, причем в нем будет участвовать один российский, один американский космонавт. Они будут в течение года находиться на станции, будут производить какие-то научные эксперименты. Я думаю, что в основном это будет медицина, микробиология. То есть будут смотреть, как организм человека адаптируется, привыкает к невесомости, как он вообще себя ведет в течение целого годового полета. Это все, конечно, необходимо для наших дальнейших полетов на Луну, на Марс. То есть то, к чему мы, в принципе, и стремимся. Семья стоически переносит все тяготы и лишения. Жена Татьяна вздыхает, такова судьба. А вот дочери привыкают с трудом. Старшая, она более спокойная, а маленькая, мне кажется, она даже не понимает, что целый год, это долго. Для нее полгода было тяжело. Она плакала у нас без причины. Когда папе готовили фильмы какие-то, потом это все просматривалось, она, конечно, плакала. Ну, мы терпели, успокаивали, ждали. Антон переживает не меньше, но с выбранного жизненного пути сворачивать не намерен. Хотя понимает, без папы дома плохо. Полугодовой полет показал, что когда папа улетает, то обязательно что-то ломается. Ну, слава богу, есть друзья, товарищи, которые, конечно, всегда помогут выручить тебя в этом деле. Ну, думаю, год мы побудем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова